Ты давно искал хорошую мультиплеерную игру с приятной графикой, интересной боевой системой и затягивающим сюжетом? Тогда спешу тебя порадовать. Neverwinter Online это бесплатная мультиплеерная игра, в которой ты чего только не найдешь. Здесь тебя ждет 8 классов, 12 различных рас. Найди себе профессию по душе, создавай свои доспехи, будь алхимиком, занимайся ювелирным делом или просто посвяти себя экономике. Ну и самое главное это битвы. Здесь крутая боевая система. Здесь ты не выбираешь противника и затыкиваешь его кнопками, а участвуешь в битве конкретно сам. В общем тут еще куча всего, боссы, шмотки, сражения с другими игроками и многое другое. Но всего об этой игре рассказать я просто не смогу. Так что рекомендую поиграть тебе. Ссылка на игру в описании, регистрируйся, скачивай, играй. Игра не требовательная. И снова здравствуйте, с вами Кристалл, продолжаем играть в разные игры. И сегодня ребята мы продолжим играть в Happy Wheels. С этой предусерии, ребята, мы остались в том, что мы играли всяческие крутые левелы. Особенно мне дико доставил левел под названием Zombie Defense, где мы защищались от зомби, играя за стиквана с другом веком. Достаточно крутой левел, если вы не видели, посмотрите предыдущую серию. Здесь в правом верхнем углу должна будет подсказка появиться. И там также можете FNAF, Mortal Kombat, посмотрите все в этом духе, что мы играли до этого. И сегодня, ребята, я сортировал по рейтингу на сегодня. Поэтому надеюсь, что карты будут сегодня крутые. По крайней мере, я уже вижу что-то интересное, мол, то в коктейль смотрю, парк юрского периода и остальное опять разводил его с Naked Girl и тому подобное. Но нас интересует парк юрского периода и попробуем, посмотрим, что там да как. И что первое я вижу самое главное в парке юрского периода, это туалет. Он наш главный герой сегодня, судя по всему. И что мне надо сделать, чтобы им управлять, пощелкать, ничего. Видимо, мне надо было просто, на самом деле, поехать. Хотя я очень трудно представляю себе эту тему, какого черта парень на Сигвее делает в туалете в парке юрского периода. Хотя, возможно, он прятался, конечно, но нифига себе у них туалеты огромные, это тогда. Так, и здесь люди валяются, обмазываются краской и вареньем, судя по всему. Тут чувак вообще кетчупом протекает. Ну ладно, говорит, там велосерапторы не сбежали. Ну еще бы не сбежишь от такой психушки. И как они странно, у них велосерапторы, судя по всему, квадратные. Посмотрите, как этот чувак сбежал. Как они вообще так умудрились сбежать? Это, я понимаю, здесь погрызли, типа, да? А здесь ровно такой квадратный блок вырезал. Он что, квадратный? Из Майнкрафта велосераптора какой-то? Ну да ладно, поехали. И, господи, я падаю с обрыва. Надеюсь, я себе чего-нибудь не сломаю. В итоге я сломал себе ногу. Хотя это похоже, будто бы я, знаете, падал и чуть-чуть себе ногу зацепил какой-нибудь фигней. Так, ну что, едем дальше по парку. И кто-то будет на меня нападать. Я надеюсь... Эй, а, чё? Чё? Эй, мой брат-клон пришёл. О, этот велосераптор, я его не убил, я его транквилизировал. Что случилось с твоей ногой? В общем, это неважно. Скажи доктору Джону, что ты позаботился, или он позаботился о велосерапторах. Ну ладно, но я что-то не особо верю, что он особо с ними позаботился. Мне такое чувство, что сейчас кто-то ещё будет. Так, здорово, лаборатория, здесь пивко стоит, смотрю, винище всякое. Хорошая лаборатория. Доктор знает, чем лечиться. Надо будет у него спросить рецепт. Так, и жопой заезжаем к доктору. Привет, как тебе моя задница? О, видимо, его задница, моя задница оказалась победной. Но на самом деле, я ожидал чего-то большего. Типа, думал, что сейчас будут реально динозавры, с которыми будут драться, или что-то в таком духе, или хотя бы уворачиваться. Но на деле, мы просто посмотрели, как динозавра усыпили. Ну ладно, я буду надеяться, что следующая часть будет покруче. В целом, мне уровень так-то понравился. Так, Assassin's Creed Pogo. Что? Я буду на скрытых клинках прыгать? Ну ладно. А, судя по всему, я буду прыгать в сено. Ну ладно. А, смотрите, вон там ассасины типа стоят. И какого хрена я вообще на крыше, на грузовике делаю? Так, окей, я сначала сделаю вот такой вот финт. Я хочу... А, стоп, грузовик это только фон. А я могу запрыгнуть назад? Нет, не могу. Это было бы слишком хитро, наверное. Так. Вот знаете, есть у нас соседа там прыжок в сено, да? У меня прыжок в шипы. Я более хардкорный парень и люблю, когда мне в задницу пихают ножи, судя по всему. Так, подожди, чувак. Давай-ка мы сначала нормально кувыркнемся, нормально кувыркнемся вперед. И как-нибудь мы такой финт провернем, чтобы нормально прыгнуть. Так, мне надо... Мне надо перебраться на ту сторону. Так, ну не в тот мир, только надеюсь. Да. Это доставляющий... Господи, что вообще происходит? Я, кстати, придумал, как можно отсюда спрыгнуть, но... Не верю, что это получится. Так, ну-ка. Нет, это плохое... Это плохое решение. И вот это тоже не сработало, потому что я надеялся, что у меня получится. Так. Ладно, мы пробуем как-то вот туда. Что там нарисован? Знаглана веселья там, говорит. Очень весело. Прям офигеть, как весело. Шипы, это прям мое любимое времяпрепровождение. Может, мне стоило, на самом деле, не выпендриваться, а просто прыгнуть. Ну да, настоящие ассины именно так и поступают. Так. Нет! О! Да какого? Как? Да черт тебя дери! Так, тихо. Отстань с своим кинжалом. Эть! Фу! Я жив. Бомж в мусорке сидит. Это тоже серия Assassin's Creed. Оу! Оу! What the fuck? What the fuck? What the fuck? Чертов бомж еще вылез из мусорки. Я, на самом деле, больше всего испугался, чем вот этого арбалета. О, май гад! Говорит. Да нет, тут все нормально, чувак. Запрыгивай ко мне вместе, я тебе могу протянуть руку помощи. Тут вкусный обед, микроволновка и музыка. Ну, немножко арбалета, но я, кажется, его безвредил, друг мой. Поэтому приходи ко мне в гости и... Кто, блин, так... Мои яички, блин. Так, ладно. Здравствуйте, мистер пират. Мистер пират, может, вы отпустите меня? У меня сегодня плохой, очень плохой день. У меня все, что можно, в заднице застряло сегодня. Чувак, отстань от меня, пожалуйста. Отстань, отстань, отстань. Блин, дайте мне запрыгнуть. Я хочу прийти к финишу. Я хочу стать ассасином. Но этот ассасин не мешает. Ладно, попробуем новый финт. Новая поза. Называется, я воткнулся с задницей в пол. Че ты орешь? Это я должен орать. Какого хрена он орет? Чувак. А, это я орал. Ну, знаете, на че это похоже? Что будто он волнен своей жопой и размоздил голову. Наверное, у него был какой-то особый удушающий прием, о котором еще никто не слышал. Господи, как Путин какой-то развалился. Так, ладно, вроде еще нормально. Как она вообще на ней держится? Так, здорово. Обстреляли, но главное, что патрончики у вас закончились. Хватит садиться на эту фигню. И стекло-то куда ты потащил? У тебя что, голова сверхтолстая, что ли? Куда ты? Ты еще на этот меч сядь. Да что за позы-то такие ты принимаешь? Чувак, выплюнь ты это стекло. Чувак, давай. Да, наконец-то. Я еще там бедного бомжика, кажется, убил. Я вот так-то хотел угостить чем-нибудь. Да что это вообще происходит? Выпустите меня из этого мира. Гребаный кусок стекла. Он ломает всего меня. Так, я обратно вернул себе обратно эту фиговину. Еще, кажется, с собой топор утащил. Ну ничего, я умею принимать всяческие экзотические позы. И знаете, раньше я в цирке, судя по всему, работал. Кому не скажешь, никто не верит. Ну, сейчас наглядно всем показал. Так, хотя бы от стекла избавился. И что это, блин, за трюк такой был? Так, ладно. Настало время поиграть в футбол. Мне этот Assassin's Creed просто убивает. Что это такое за уровень? Он как бы клевый, но я такой, что вообще происходит? Так, нет! А-а-а! Почему? Как? Это, блин, знаете, разраб этой карты прям просчитал каждое мое движение. Куда я там не прыгну? Мне либо топор в лицо прилетит, либо еще какая-нибудь хрень. Так. Здоровая стекла-дом. Так. А почему он не ломается? Ух ты, я на мусор... Я в мусорку хочу! Нет них... Вкусный топор. О! А! Тихо. Так, мне надо сломать стекло. Одним ловким и неловким моментом движения надо бы это сделать как-то. Так, поэтому прыжок! Настоящей веры! А! Так. Что ты там говоришь, твоя нога? У меня тут проблемы, понимаешь? Ты там... Так. Оп. Оу, я думал, что я уже умер. Так, извини, чувак. Сегодня не твой день. Это бывает. Ничего до свадьбы заживет или до новой квартиры в твоем случае. Так. О, арбузик. Здравствуй, арбузик. Можно мне пройти? Господи, нифига себе, у меня булки жесткие. Я прям на стрелу сел, она сразу же сдалась. Так. Стол, стул, микроволновка. Все прекрасно. Можно мне просто пройти дальше? Я не хочу поломать себе голову. И этот гарпун. Я про него забыл! Я забыл про этот гребаный гарпун. Можно мне выйти? Спасите меня, мое тело, мою душу, мое сокровище. Что-нибудь. Спасите меня. Ладно. Я готов. Я готов. Я готов. 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 Сейчас я пройду, смотрите. Сейчас я пройду. Я вам прямо отвечаю. Так. Ну, почти отвечаю. Но зато я показал клевый финт. Вам, надеюсь, он понравился. Я прицепил какашечку к нашему герою. Поэтому сейчас мы будем с какашечкой немножко путешествовать по этому миру. Не спрашивайте, зачем я это делаю. Не спрашивайте, зачем я взял мяч. Ну, на самом деле он нужен в моем плане, в плане по прохождению. И чуть позже он мне пригодится. Я вам говорю, благодаря этому мячу, этому тарисману и этому маленькому ножичку я смогу сделать то, что никогда не мог. Снять шапку об стол, например. Так, еще у меня стрела в спине. Ну, это не важно. Самое главное, это сейчас открыть окно и немножко не выпрыгнуть. Немножко вынести мебель из моей квартиры. Ну, или из моей квартиры. Потерять ногу. Это тоже часть плана, на самом деле. И MLG финты. Вы такие еще не видели, я полагаю. Так. Сейчас здесь парень. Он, короче, мне сказал, что он знает этот район. И я, пожалуй, с ним полежу. Мы хорошие друзья. Он сказал, что он медик, но кажется, он проверил, насколько острый этот меч своим глазом. Поэтому он немножко мне не может помочь, к сожалению. Ладно. Ничего. Что это за прыжок такой был офигительный? Блин, я просто хочу этот левел, на самом деле, пройти. Он мне больно понравился. Так. Воу. Не работает. Это так. Гребаные ножи. Почему этот хрен вечно мне мешает? Так. Чувак. Давай мы как-нибудь с тобой подружимся. Пойдем кофейка, чайка, водки, не знаю, мартини, чего-нибудь попьем, чтобы... Все у нас закончилось мирно. Зачем вы меня так не любите? Я же... А, господи. Опять моя попка приняла на себя удар. Так. Ладно. Сейчас я буду готов. Погодите. Еще минутку. Еще, черт побери, минутку. Так. Прыгнул. Прыгнул, прыгнул. Стрелы, я знаю, вкусные очень. Лучше, чем арбузы, говорят. Ух ты. Я выстрел все-таки этот клинок, который в меня воткнулся в прошлый раз. Так что, наверное, сегодня день более успешный, чем обычно. Так. И сейчас самое главное совершить самый невероятный трюк, судя по всему, в моей жизни. Выбить окно радио. Так. Стоп. Блять. Ох, у меня это почти получилось. Так. Не избавиться от этой штуки. А теперь нужно совершить просто невероятный финт. Я даже боюсь представить, как его надо сделать. Это самая моя главная проблема. ЭБА! А! Мазафака просто. А! Так, мне нужно срочно придумать план Ж какой-нибудь, чтобы я в итоге выжил в этом левеле. Так, здесь у меня вроде начало получаться. Здесь я неплох. Но вот в окно я не могу нормально прыгнуть. Вечно у меня с ним какие-то проблемы. Но вроде нормально в этот раз получилось. Так. Запрыгни только с первого раза, пожалуйста. Нет. Он никогда не запрыгнет с первого раза. Ты еще голову потеряешь, чтобы мне прям вообще сладко было. Еще мозги свои вынеси стрелой. Так. Все. Запрыгнули. В дом. В доме тепло. В доме хорошо. В доме окно. В доме стрела! В доме в очко, блин. Так, я эти трюки знаю. Я эти трюки знаю. Поэтому своей головой проверяю. Так. Ну, это прям что-то... Очень, очень, очень такая ситуация. Острая. Острая. Так. Я, пожалуй, поделюсь частичкой своего счастья с своим другом. Ну, или заберу с собой этого друга. Возможно, он тоже хочет отправиться в невероятное приключение. Поэтому пошел отсюда, хренов, бомжик. Ты надоел мне. Не дает мне пройти этот левел. Мои... Проблемы. Как же меня все не любят. Зато в мусорке я могу посидеть. Идеальная поза для того, чтобы сидеть в мусорке. Кстати, вот на самом деле, когда вот так меня все втыкается, это даже удобно с одной стороны. Потому что я могу нормально делать из себя колобка, но запрыгивать в дома это реально становится проблемой. Так. Как мне запрыгнуть в дом? Черт побери! Опять ты здесь! Ах ты, ё-моё. Это выглядело как взрывная диарея какая-то, что ли. Так, тихо. Как я это взял с собой? Так, окей. Самое хреновое, что этот меч не вытаскивается из меня. И, блин, я просто офигеваю на того, насколько разработчик, блин, просчитал, что именно в эту точку я упаду. Именно вот сюда я должен буду упасть. Именно там мне всегда должны пробить голову. Именно там он мне начинает бомбить от этого левела. Я будто многого... Да ёптвою налево! Всё, отстаньте, пустите меня в дом. Черт побери, действительно. Так, всё, я колобочком перебираюсь. Давай только не сломаешь ты себе что-нибудь, тело, жопу, мозги. Чё у тебя там ещё? Откуда здесь клинок лежит? Это какой-то троллинг тогда жёсткий, видимо. Так, стоп. Мне надо как-то отсюда выбраться. Но при этом не умереть, блин! Там лежит нож, и он мне очень напрягает. Из-за этого я как бы нормально выпрыгнуть не могу. Так, всё, окно выбил. Но вот как, блин, перепрыгнуть-то здесь нормально? Я прям... Я бы как бы с радостью, но... Не! Оу! Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу! Ай-оу-оу! Чё? Я думал, типа, да, она где-то там воткнулась, походу, в небо. Вот чуть-чуть бы я высунулся, и всё, считайте. Это было бы просто джи-джи. Так. Знаете, что сейчас самое хреновое, если я умру от этого чувака? Вот я прям, я прям взорвусь, наверное, тут же на этом месте. Так, пошел отсюда. Товарищ! Че? Че за нафиг? Это типа... Это так задумано или что? Погодите. Че? Че, блин? Знаете, у меня слов нет. Хотя приземление скажу, что эпичное. Называется этот прием «Нюхай мои яйца», судя по всему. Как я приземлился? Господи, боже ты мой. Так. Я уж, пожалуй, вам, наверное, покажу ближе финальный вариант того, как я это пройду, потому что этот уровень будет долгий, и я чувствую, если я уже столько времени ему посвятил, то я обязан его пройти. Судя по всему, я просто обязан его пройти. Так. Дедок фарш, пошел нафиг. Дедок фарш, пошел нафиг. сюда добрался, господи. Это просто самый пипец какой левел. Вы себе не представляете, сколько у меня было повторов, чтобы добраться хотя бы до этого момента. Ё-моё, иди отсюда, толстяк хренов. Чё тебе надо? Чё тебе надо? Выпрыгивай из этого окна нафиг. Так, сейчас я тебе помогу, погоди. Ну чё ты, падай отсюда. Какого хрена ты такой неубиваемый? Пошёл отсюда. О, это я понимаю. И господи, там ещё впереди меня что-то ждёт. Ядрён батон. А-а-а. Этот левел я понял, почему на Assassin's Creed здесь очень много всякой хрени. Так, может назад запрыгну? Ох, отлично. Так, мне надо как-то вот чётенько-чётенько подобраться вперёд и там нормально подпрыгнуть. Если получится, то я считаете прошёл, наверное, этот левел. Так, давай-давай-давай-давай. Нет, 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 нет я долго этот левел проходил. Вы себе не представляете, насколько он задоразрывающий. Тут реально, тут столько мелких этих моментов, которые там, типа, там кидают шипы, где там надо, что ты подъезжаешь туда. В том месте, где там пушка, надо было маленькое окно разбить и в это окошко запрыгнуть и... В общем, короче, пипец, а не левел, но я рад, что я его прошёл. Господи. Ну и чтобы сегодня не было два левела, давайте ещё какой-нибудь попробуем. Молотов коктейль, например, мне он всё интересовал, что это за левел, что я с ним должен сделать. Так. Слиппинг, боттл тайп, ротейшн, что это? How should it be like? Small challenge, can you cap? Ну ладно, окей. И? Я должен попасть куда-то им? Ну, типа, что-то треснуло. Погодите, я не понимаю. Так. А, во, сработало, господи. Нифига себе задержка этого Молотова. Но, по-по-бо, я выиграл. Ого, господи. После этого левела со Assassin's Creed'ом я просто с ума сошёл бы, наверное. Не знаю, почему он Assassin's Creed, но это пипец, как тяжело. Я не знаю, сами попробуйте пройти этот левел, хотя я уверен, что мне в комментариях напишут, да, это фигня, я за два прыжка прошёл. Или что-нибудь в таком роде. Так, и что-нибудь. Вот, Майнфилд какой-то вижу. Давайте Майнфилд попробуем. И я, кажется, понял, здесь просто будет много мин. Почему я уже ногу сломал? Так, ну, на самом деле, это даже облегчит мою задачу. У-у-у. У-у-у-у. У-у-у. У-у-у-у. Ну, как-то было очень много шипов, не? Ну, ладно. Я предпочту потерять все свои части тела в данном левеле и оставить себе только руки, чтобы проходить нормально. Так, окей. Это мы знаем, как проходить, но что-то как-то скорость всё-таки я переборщил. Со скоростью... О, вот так вот я и хотел, чтобы у меня только руки остались. И-и-и. Если я сейчас жив останусь, то пройду я левел, наверное. О, может, меня закинет до конца финиша? Не-и-и. Нет. Или стоп. Может быть, финиш в конце в самом? Нет, в конце ничего. Я просто иногда, бывает, так подлетаю, а потом такой... Оп, финиш готов, финиш готов. Финито. Так. Так, здесь слишком много шипов, аж FPS проседает. Просто жесть. Там разработчик оторвался на количестве этих шипов. Победа, победа. Ура, ура, ура. Ну, ладно. На этом, наверное, всё. Надеюсь, вам понравилось данная серия. Если понравилось, ставьте лайк, конечно же. Я этот левел пипец как проходил. Не знаю, стоит ли мне оставить. Наверное, после этой серии, может, оставлю, может, нет. Маленькую нарезку, сколько я там прыгнул, убивался и всё в таком роде. В общем, ладно. Надеюсь, что вам понравилась серия. Если будет много лойсов, то серии будут выходить как можно чаще. Если чем больше, чем 2000 лайков, то серия будет выходить как можно быстрее. На этом всё. Всем удачи. Всем спасибо, что смотрели. Также не забудьте подписаться. Всё. Пока, удачи. Всего хорошего.